Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Дорогие друзья, сотрудникам Дома офицеров нашей творческой бригаде особо приятно представить вам, собственно, тем, кто собрал своего представлять не нужно, этого замечательного молодого человека, что особенно порадовало в общении с ним, это уверенность в себе, в хорошем смысле этого слова, что немаловажно для современных молодых людей, это определенно точное знание целей и, собственно, пути их реализации, что мне, как матери детей его возраста, особо приятно. Вот, и, собственно, давайте поприветствуем Дмитрия Назарова. Он большой молодец. В его юном возрасте, я имею право это сказать, дать ему, очень хорошо иметь здоровые, креативные амбиции и их реализовывать. Причем, будем так говорить, в разных ипостасях. То есть он не стесняется демонстрировать то, что он умеет, и умеет уже достаточно хорошо. Вот, формируя выставки, называя их, создавая некие художественные образы, образы, образы достаточно емкие, интересные, в общем-то, давая названия своим выставкам, не обращаясь, будем так говорить, к опыту специалиста. Вот, я, глядя на твою работу, никогда бы в жизни не догадалась назвать это все огибаемой малюдностью. Это, я бы сказала сначала претенциозно, но достаточно глубоко. Еще раз хочу повторить, что ты большой молодец. Мы гордимся тем, что, собственно, работы известного псковского фотографа Игоря Хондюха в этом зале сменились на твои. И это знак, и очень хороший знак. Вот, и нам будет очень приятно, что этот зал, зал достаточно посещаемый, пусть и проходный, будет, ну, так сказать, зрители дома будут оценивать твои работы. И мы надеемся, что именно с твоей первой в нашем доме персональной выставки откроется серия персональных выставок молодых, талантливых псковских фото-художников. Раз у нас наше открытие носит такой семейный, домашний характер, мы с гордостью хотим сказать, что, собственно, развиваем в нашем доме некую семейственность. Потому что главный художник нашего дома, художник-декоратор, художник-оформитель. А в городе известный художник по изготовлению кукол. Я не могу, вот это кукольник, конечно, это такое слово, по изготовлению кукол. Мария Воробьева по совместительству. Димина тетушка. Я хочу пожелать, чтобы ты со временем стал большим художником, известным, чтобы ты развивался дальше, чтобы у тебя были не одна, это первая выставка, она действительно знаковая. Я тоже была знакома с Игорем Кундиком лично, да, и он действительно замечательный был фото-художник, и чтобы ты стал действительно фото-художником, а не просто фото-художником. Это две большие родни, да, ты понимаешь, вот. И я, собственно говоря, так понимаю, что вы все ребята творческие, да, я вам всем желаю, и Диме в первую очередь, да, большого творческого пути. Много выставок, много поездок, да, обязательно, потому что вы должны все, знаете, как Маяковский говорил, что смотрите, что в нашей стране хорошо и что хорошо на Западе, да, смотрите все, впитывайте все. Димочка, поскольку Дмитрий, он наследник известной городе фамилии, да, его дедушка, бабушка, прадедушка, все музыканты и дядя его, мой муж тоже музыкант, да, то есть и фамилия такая известная, ты уж, пожалуйста, постарайся нести эту фамилию не просто как бы с гордостью, но и с честью и продолжать замечательные творческие традиции этой семьи. Еще, поскольку у тебя еще впереди, я надеюсь, и у вас всех, да, еще будет много вернисажей, много банкетов в честь этого, но пока, да, он такой вот первый, я тебе дарю тортик, чтобы ты получаешь со своими замечательными друзьями, которые тебе очень помогли в том, чтобы в развеске, вообще, я думаю, вдохновляют тебя на творчество. Так что, давайте, ребята, вперед! Дорогие друзья, одним из первых зрителей фото-выставки Дмитрия вчера при монтаже буквально стал глава города Пскова Иван Николаевич Цицерский, да, который очень внимательно обошел все, смотрел то, что он успел посмотреть, высказал несколько замечаний, оказалось, что где-то в глубине души он тоже фото-художник, и когда-то, видимо, в Львовском военном вот этом замечательном училище он изучал фотодело, ну, как в любом клубном, неважно, военном или светском учреждении, сделал некоторые замечания, но был приятно, будем так говорить, удивлен, что мы эдак смело работа самого Хондюка, меняем на работы Дмитрия Назарова. И тем не менее, что меня очень умилило и удивило, что, ну, несмотря на то, что, ну, все-таки глава города это статус, Дмитрий был настолько спокоен, выдержан, ну, в общем, настолько адекватно ему отвечал, в общем-то, безумно и убедительно, что вопрос, что это, а это оказалось силуэт дерева, ну, тогда бы с этого начался разговор, вот, ну, меня лично повергло в приятное изумление, и прежде чем передать тебе слово, дабы ты смог, собственно, сказать нам всем спасибо, вот, я хочу сказать, Дим, ты вот на абсолютно правильном пути, вот именно так, спокойно, тактично, уверенно, уверенно в собственных силах, они у тебя есть, они у тебя прекрасные, вот, уверенность в своих друзьях, они у тебя тоже есть, и они всегда рядом, и плечо они всегда поставят, ты в этом убедился, только вперед, дорогие друзья, давайте еще раз аплодисментами поддержим, 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 погибая мимолетность, чтобы у тебя было очень много. Ну, во-первых, я рад, что здесь собралось хоть и не большое количество народу, но вполне, так скажем, мне хорошо знакомые люди. Это фан Фарен. Да. В первую, опять же, очередь, хочется поблагодарить своих друзей, к какой-то степени коллег, которые помогали мне с этой выставкой, когда она еще была колечной, которые помогали мне до сих пор, когда мы ее мешали вчера, когда мы ее собирали, и на самом деле это было сложно, но мы всего смогли сами. И хочется лично поблагодарить Дениса, который помог мне с названиями, хочется лично поблагодарить Руслана и Аню, которые помогли мне с оформлением и повесить эти же фотографии Катю, которая помогла мне с вообще оформлением всего этого. И вот эти несколько человек, с которыми мы эту выставку развивали, строили, делали, это на самом деле большой, огромный труд. То есть мне как-то один знакомый сказал, что выставка это легко, но на самом деле это отнюдь не так. Строить, работать над выставкой это очень огромный труд, начиная от отбора фотографий. Так как у меня вообще очень много работ, и честно мне было сложно что-то выбрать, такое вот одно и что-то интересное. Поэтому мною было принято решение сделать сборную выставку, нежели к какому-то определенному жанре. Именно поэтому на ней можно встретить серии авиация, здесь четыре фотографии. На ней есть серия ночных фотографий. Там у нас Пушкиногория идет. Я честно признаюсь, я сейчас не работаю на свадьбах, где-то в таких вот мероприятиях. Я делаю пока что все это чисто для себя. Показать людям, что-то рассказать. Вот эти пейзажи на самом деле это мое все. Потому что, не знаю, как вижу красивое небо, это завораживает, это как-то вдохновляет, это все. Я это все пытаюсь впитывать. И, грубо говоря, опять же показывать фотографии. Вот как-то вот так вот вся эта выставка и летелась. Что ж. Ну что ж, Билка, удачи тебе. Всего тебе самого доброго. Да. Да, нет вопросов. Попробуем. Спасибо. 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 Продолжение следует...